Глава государства подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики. Документом предусмотрен ряд новшеств. Так, с 1 июля текущего года внедряется пакетный принцип, предусматривающий введение концептуально новых механизмов при подготовке проектов нормативно-правовых актов. Детали в комментарии нашей программы. Как известно, с момента принятия в 2017 году концепции административных реформ было образовано и преобразовано 67 министерств и ведомств, среди которых 13 министерств, 30 агентств, 2 центра и 14 инспекций. В их прерогативу входит проведение государственной политики в самых различных сферах. Функции были расширены до 3450 направлений, а число задач, следующих к исполнению, выросло с 277 до 432. В 2019 году были внедрены 568 индикаторов оценки эффективности деятельности. Однако до сих пор остается открытым вопрос об уровне исполнительной дисциплины, наличии несоответствий и дублирования. Указом президента о мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики вводится трехступенчатая система обеспечения эффективности и результативности административных реформ, функциональный анализ, обобщенный отчет и принятие соответствующего решения. А на Министерство юстиции возлагаются дополнительные задачи по мониторингу вышеназванных реформ, исполнение министерствами и ведомствами своих функций качественно и в полном объеме минимум через шесть месяцев после их образования. По итогам изучения готовятся материалы и направляются в администрацию президента и правительства. Министерство определено уполномоченным органом в сфере проведения мониторинга эффективности и результативности административных реформ, а также проведения функционального анализа функций полномочий министерств и ведомств. Данное новообразование послужит для оптимизации органов государственного управления, а также экономии бюджетных средств в сфере госуправления. Кроме того, Министерство юстиции определено органом по развитию и внедрению административных процедур, совершенствованию законодательства в сфере административных процедур, а также привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших недостатки в сфере внедрения административных процедур в своей деятельности. Также Министерство рассматривает новые инициативы министерств и ведомств и дает по ним заключение, в том числе вносит в президиум правительства обобщенный отчет согласно индикаторам и тем самым поднимает вопрос о мерах ответственности должностных лиц. Кредитный рейтинг государства – важнейший показатель развития и верховенства закона. Потому с 1 июля предусмотрено, что нормы, вобравшие в себя вопросы правовой ответственности юридических и физических лиц, устанавливаются исключительно законами. По 29-ти постановлениям президента, правительства и ведомственным документам утверждаются дорожные карты. Из 1370 ведомственных документов в составе государственного реестра почти 100 связаны с нормами о дополнительных выплатах и сборами с юридических и физических лиц. Отныне также с 1 июля запрещается внесение подобных норм, в том числе и в техническую документацию. Кроме того, технические документы теперь должны будут проходить обязательную правовую экспертизу Министерства юстиции. На сегодняшний день существует около 36 тысяч таких актов. И порой в них содержатся правовые предписания, что абсолютно не разрешено законом. Теперь данные акты будут проходить экспертизу на предмет наличия в них таких норм. После получения положительного заключения данные акты вступают в силу. После получения положительного заключения эти акты также будут опубликованы в национальной базе законодательства ЛЕЦИС. До 1 января 2021 года в целях систематизации законодательства и смягчения излишнего правового регулирования приостанавливается принятие ведомственных нормативно-правовых документов. Коих же годно в среднем принимается до 120. А их применение в основном осуществляется не электронным методом. На согласование уходит по 20-30 дней, а иногда и все три месяца. Отныне все от правовой экспертизы до государственной регистрации будет проводиться в единой электронной системе. В общем, вышеназванные меры позволят сократить сроки до 10 дней. Министерство будет осуществлять мониторинг деятельности министерств и ведомств с целью выявления излишних функций или каких-либо бюрократических барьеров. Ввиду того, что во многих законах отсутствуют правовые механизмы реализации, а некоторые параграфы порой так и остаются лишь на бумаге, появляется так называемый правовой вакуум. Процесс соответствия с уже имеющимися нормами после принятия новых документов не на должном уровне. Разработана концепция, которая предусматривает среднесрочные задачи. Это в течение пяти лет, чем будут заниматься органы и учреждения юстиции. На основе каждой задачи определен свой индикатор. То есть, в какой степени достигается данная задача. Это что дает? Это дает возможность правильной организации мониторинга и контроля деятельности сотрудников. Кроме того, в концепции отдельное внимание уделено дальнейшему внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов и учреждений юстиции. В этом плане предусматривается создание системы виртуальная юстиция, которая предусматривает не только автоматизацию деятельности органов и учреждений юстиции, а также их взаимодействие с другими государственными органами. С 1 июля 2020 года внедряется пакетный принцип, предусматривающий введение концептуально новых механизмов при подготовке проектов нормативно-правовых актов, в соответствии с которым при разработке нового проекта, закона, отсылочные нормы, направленные на его реализацию, разрабатываются и вступают в силу одновременно с новым законом или в установленный законом срок. Если положениями, установленными в новом законопроекте, требуется внесение соответствующих изменений в ранее принятые законы, то внесение изменений в ранее принятые законы осуществляются одновременно с принятием нового закона. Изменения и дополнения в ведомственные нормативно-правовые акты, принятые самими министерствами и ведомствами, по одному и тому же вопросу вносятся одним документом. Министерству юстиции предоставляется право вносить соответствующие изменения в документы, находящиеся в государственном реестре ведомственных нормативно-правовых актов. При этом они должны быть по одному и тому же вопросу и в техническом виде. Теперь при разработке одного закона одновременно будут разрабатываться все сопутствующие акты по реализации данного акта. И если, исходя из этого закона, необходимо внесение изменений или дополнения уже в существующие акты, то это тоже будет происходить одновременно с принятием данного акта. Иногда случалось так, что после принятия одного закона необходимо было определенное время, чтобы он начал действовать, даже если он юридически вступил в силу, то фактически он еще не работал, потому что механизма реализации не существовала. А механизм реализации мог быть разработан другими актами на протяжении года, на протяжении полугода. А теперь для того, чтобы один закон вступил в силу и сразу начал действовать, будет применяться этот пакетный принцип. Документом предусматривается ряд структурных преобразований. В целях выполнения и реализации возложенных дополнительных функций и задач на министерство, в структуре министерства создается два новых управления. Управление совершенствования гражданско-правых отношений, а также управление по мониторингу и совершенствованию сферы административных процедур. В качестве эксперимента в городе Намангане и Коршинском районе создаются центры оказания юридических услуг госорганам и организациям. По его итогам будет рассматриваться вопрос о создании сети подобных центров по всей республике. Необходимо отметить, что в настоящее время в районных и городских отделениях органов государственного управления функционируют более 2000 штатных единиц юрисконсульта, на которые в среднем в год расходуется около 80 миллиардов сумм с государственного бюджета. Кроме того, основная деятельность данных юридических служб в основном заключается в рассмотрении приказов, договоров данных государственных органов, визировании их, участия в судебных процессах. Несмотря на то, что законодательством на них возложено около 40 функций и задач. Также на базе профильных изданий юридического характера образуется Национальный правовой информационный центр «Адолат». Утверждается концепция развития органов юстиции 46 целевыми показателями. Предстоит существенно ускорить процесс перехода нотариата в частный сектор, увеличить объем предоставления услуг в электронном виде. Документ позволит ввести должный контроль за соответствием к отечественному законодательству, международным стандартам и упорядочить правоприменительную практику.